Девушки отдыхают Я хочу сказать, что видео не в 60 фпс, просто потому что эту игру ОБС захватывать отказался наглухо, приходится писать бандикамом. И во-вторых, я хочу, чтобы вы послушали вот этот заглавный саундтрек полминуточки. Девушки отдыхают Просто, наверное, ассоциации. Музыка, конечно же, ни разу не спиджена из Интерстеллара и не переделана. Ладно, давайте посмотрим, что же за игра такая, которая сразу начинает поражать нас музыкой. Выберите персонажа. О, здесь есть персонаж, уже хорошо. Это уже на голову выше Дума, в котором персонажей не было. Итак, Гуннер. Это, как мы помним, Дульф Лунгрант из Неудержимых. Его звали Гуннер. Джейн. Сразу дальше. Кай. Кай среди этих спецназовцев единственный человек, который воюет в рукопашную с мечами. Поэтому я, пожалуй, возьму Гуннера. Основное оружие... Основное оружие штурмовая винтовка Тар-ХР-12. Надо было Тар-Х-12 назвать. Основное оружие Тар-Х-12. Дробовик Вельвет-23. А говорят, что у нас смешные названия у вооружения типа Огнемет Буратино или что-то типа того. А здесь основное оружие Лук и Пирус. Лук и Пирус и Катана Жевательная Резинка Эклипс. Нет, пожалуй... А здесь еще и пистолет Стик П-320. Любая игра должна начаться с того, что она придумывает, видимо, название для своих пушек. Итак, ЗКК Меридиан. Первый межзвездный колониальный корабль, отправленный с Земли на Таусетти. Гигантский корабль, несущий на борту лучших представителей человечества. Тоже как-то интерстелларом попахивает вот насчет лучших представителей человечества. Куда он их несет, чего он их несет. Множество невероятных технологий они разработали в космосе, пока летели. Но делать-то нехрен. Они узнали, как создать жизнь и превратились в монстров. А это связано. Тут к ним прилетел бог грома Рейден и говорит им, не надо так делать, пацаны, завязывайте. Вообще, это дико напоминает фильм Пандорум. Если вы не смотрели Пандорум, обязательно посмотрите. Кстати, вполне такое неплохое кино, даже на мой придирчивый вкус. Я немножко играл в первую часть этой игры. Еще на старом канале, по-моему, видео где-то из этой игры валяется. Говнище жуткое было, на мой взгляд. Если я ничего не путаю, это та игра, где главный герой вначале ходит с пустыми руками, но держит пустые руки так, как будто в них два пистолета. А говорят, у меня английский плохой. Блядь, эту игру чё, русский озвучили? Unto the right, unto the right, absolutely. Боже мой, что вы делаете с моими ушами? У меня в ухо как будто саморез... Саморезы вкручивают. Ты истекаешь кровью. Да здесь повсюду кровь. О боже! Минуточку. Это просто жесть, а не управление. В нынешних современных играх, вообще-то, сенсу уже по умолчанию делают таковой, что очень удобно и быстро можно её настроить, хотя бы если у вас скорость мышки регулируется. То есть уже... Уже виден этот прогресс. А в играх, которые старые, как говно динозавра, там сенса абсолютно ужасная и настройке не подлежит. Так вот, несмотря на то, что это игра 2016 года, здесь сенса абсолютно ужасная и настройке она абсолютно не подлежит. Я убавил всё на минимум, но всё равно происходит какой-то отврат. Давайте я даже покажу, наверное. В параметрах игры почему-то настраиваются управления. Всё убавим к чёртовой матери на минимум. Может тогда... А, вот теперь да. Чёрт, вот минимум у них хорошо сделан. Единственное, что я вот не понимаю. Скорость прицела и чувствительность прицела. Это чё, вот не одно и то же разве, а? Ну давайте вот на таком уровне. Отлично. Я прибавил на сантиметр и уже чувствительность нереальна. А если я поставлю максимум, какой шанс того, что я двину мышкой и герой просто свернёт себе голову, повернув её, знаете, как у совы на 180 градусов назад? Да ладно, бля! Я не могу пролезть под этим лазером? Да вы издеваетесь, бля! Посмотрите, насколько он выше меня. Так, задача отключить лазерную систему. Я, честно... Ну, так на какую кнопку она, бля, отключается? Боже мой. Какая кнопка здесь отвечает за кнопку действия? А, пробел? Да вы её... Я, чтобы вспомнить, что это за игра... Чтобы вспомнить для того, что это за игра, я на ютубе набрал вот этот эффект. Выпало видео Брэндита. Как обычно, игра ему очень понравилась, потому что ему похуй на игры, ему нравится всё. Лишь бы школьники смотрели. Я вообще, знаете, предлагаю для того, чтобы узнать, что за игра, смотреть Логвинова и Брэндита. И если игра им нравится, значит игра, скорее всего, говно. Чем больше они игру хвалят, тем хуже игра на самом деле. Итак, мы видим, что монстр, похожий на собаку из Дума, только уменьшенный. Не, это бульдог, бульдог-мутант. Видите, какие развитые передние лапы и маленькие лапы на заднице. Я такую собаку в Том и Джере видел. Здесь есть бег, но бег такой, очень-очень медленный. Патроны не подобрать. Тут же какое-то тело висит раком на дверях. В отличие от Дума, здесь есть радар, который вырос из пистолета и просто закрывает небольшую часть экрана отвратительным синим квадратом. Почему нельзя было просто своровать сканер из Alien Isolations, где в определенный момент, ну, он очень хорошо сделан, ты его просто достаешь и смотришь. О, блядь. Такого прицела Галимова я не видел со времен первой Киллингфлур, наверное. Хорошо, что эти зомбы медленные, потому что... В противном случае я просто, наверное, не отбился. Да, в первой части тоже были зомби. А, ну да, я помню эту игру. Тут же перчатка вот эта, которая, хер поймешь, как работает. Точно, точно. Да, это то самое говно. Ну, топовые летсплейщики не гнушаются проходить полностью такие игры, которые... Понимаете, я согласен проходить даже трэш, лишь бы это было смешно. Но эта игра не смешная, она тупая, блядь. Но топовые летсплейщики не гнушаются, они проходят все потому что... Просто потому что капают просмотры, капают деньги. А потратить 40 минут своей жизни на абсолютно тупорылое комментирование в обмен на бабло, ну это хороший бартер. Мне так долго показывают этого дрона, как будто они сделали настолько эпичный кадр, что дают возможность им насладиться. Но кадр говно. Прицеливание правой кнопкой осуществляется здесь не так, как в нормальных играх. То есть ты держишь правую кнопку, в это время персонаж целится. Нет, здесь нажал, прицелился. Второй раз нажал, прицел убрал. А, или бегом можно убрать. На пробел открывать шкафы, и само по себе занятие просто крайне галимое. А, надо мышкой еще наклацать, чтобы наносить удары. Монада. Пистолет Монада находится на верхней полке, но прыжка здесь нету, только если он не сделан на какую-нибудь вообще непонятную кнопку. Я помню это управление для Counter-Strike 1.6, когда прыжок был на правую кнопку мыши. Ну, там-то понятно, там прицеливания не было. Ну что ж, раздаем, раздаем, блядь, хэдшоты вялым бомжам. Это безумно интересно. Пистолет перезаряжается с такой скоростью, с которой эстонцы, наверное, дрочат, потому что просто очень долго. Смотрите, смотрите, считайте. Мы играем профессиональным спецназовцем, который там должен одеться, пока спичка стоит. То есть, пока спичка горит, он должен одеться, и собрать автомат, его почистив предварительно. Засекайте, сколько будет эти перезарядка. Раз, два, три, четыре, пять. Спустя только пять секунд он готов вести огонь. Мда, тяжело тебе, пацан, придется в этом мире. Теперь понятно, почему зомби такие медленные. Здесь вообще вся игра медленная. Она рассчитана на то, что в нее будут играть пенсионеры, наверное. Посмотрели кормелиту и айда в зомбарей стрелять. Уху! Найден план, и два из трех. Ну, а с другой стороны, кровища, какашки и трупы здесь есть, и значит, что эта игра уже лучше, чем Overwatch. Здесь тоже нет проблем с регистрацией попаданий, я уверен. Ха-ха! О, боже! Да. Да ладно. Нет, проблемы с регистрацией попаданий тут есть, потому что я стреляю в голову, а пуля ударяется в пол. Согласен, ладно, Overwatch лучше в этом плане. А, вот и собака. Брок первого уровня. Блядь, они пишут уровень и линейку здоровья, как будто я играю в морпг, блядь, а не в соло-шутер. Блядь, моб первого уровня. Смешно. Пи-пи-пи-пи-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! Потрясающие звуки стрельбы, как бы намекают, что у меня не пистолет, как будто в руках, а пульт от телевизора, я не знаю. От кондиционера. Он же, знаете, пикает каждой кнопкой. Да, это не хоррор, это не экшен, это не шутер. Это не рыба, это не мясо. Это как член соседа Тараса, понимаете? Это просто стыдно выпускать такие игры в 2016 году. Но какие-то отчаянные пацаны продолжают это делать. Они, видимо, думают, что на дворе все еще середина нулевых, а то и начало. Самый прикол, что вот та игра, которую я писал вчера, да, индийский Uncharted, как он там назывался, там уж не ублюдки, мало того, что, ну, разработчики и правообладатели, мало того, что они жопоруки и просто в край, они еще и монетизировали видеоряд в своей игре, что полный пиздец. То есть ниже падать некуда. Мало того, что игра говно, ее на ютубе надо рекламировать всем кагалам, чтобы она имела хоть какой-то спрос. Так они еще и запретили это делать. Они сами монетизируют видео про свою игру. Я такого даже в цирке не видел. То есть Uncharted, эксклюзив для PS4, где разработчик не заинтересован в том, чтобы люди проходили игру на ютубе, не монетизировал, а какая-то албанская хуйня монетизирована. Боже мой. Установите амплитуду и частоту с помощью ползунка, чтобы создать точную копию обнаруженного сигнала. Блять, каким хуем-то я копию-то создам. А, понял. А можно ее подвинуть? Мне как бы плохо видно. У меня с подделкой сигнала явные проблемы. А, во. Он сам склеился. Чудо. Ох ты, быстрый бомж. Наверное, он третьего левела, как минимум. Вы только что получили бонусный предмет использовать. Этим бомжам повезло, что здесь двери сенсорные. Как мы знаем, зомби не умеют открывать двери. Так, специальный модуль, заполненный питательными веществами и нанитами, возвращающий полностью здоровье. Чё за говно, блять? Ну, давай. Ай, в жопу. Где-то, кстати, в какой-то игре я уже занимался тем, что делал, настраивал сигналы. Так что в этом плане игра не оригинальна. Они просто где-то это спиздили. В зомби первый уровень. Бля, наверное, наверное, когда разработчик делал эту игру, они представляли, что они делают еще один дивижн. Тома Клэнси. Поэтому над каждым бомжом должна быть шкала здоровья и прописан его уровень. Причем бомж второго уровня ничем не отличается от бомжа уровня первого. Вообще не понимаю. Тогда на кой хуй тут какая-то система уровней. Боже мой. А если я увижу здесь бомжа десятого, мне что, от него убегать? Зачем нужно было делать шкафы, которые не открываются нажатием одной кнопки? Зачем нужно вот это дрочиво то есть я жму на пробел, после чего начинаю закликивать свою мышку до смерти, чтобы открыть эту ссаную дверь. Там что? Петли заржавели или ее держат кто-то с той стороны? Блядь. Как это повлияет на геймплей? То есть что я? В какие-то моменты буду не успевать открывать шкафы, что ли? Нет, серьезно. Каждое действие в игре должно быть чем-то обосновано. Чем обосновано то, что шкаф не открывается нажатием одной кнопки? Это разнообразие геймплея. Наверное. Привет игре Пенумбра! Руль крутится мышкой. Йе-ху! Как же тяжело играть в такой трэш. Я надеюсь просто, что это не наши разработчики сделали. Да, естественно, здесь есть сюжет, который я даже читать не собираюсь. А, я сделал круг почета. Снова собака по имени Брок. Первого уровня снова. Обратите внимание, что даже собака здесь, вроде как она бежит уже на вас галопом, но это настолько медленно, как будто, как будто во сне. Знаете, когда во сне от кого-то пытаешься убежать, всегда хуево бегается. Вот смотрите, смотрите. Такое ощущение, что я замедление какое-то юзаю, как в Макс Пейне, но нет. Просто здесь все адски медленно. Причем мне не дали выбрать сложность. Такое ощущение, что сложность здесь всего одна. Для того, чтобы отсканировать палец, тоже нужно зажимать колесо мыши. Ой, кнопку. Задача вернитесь к Данет. Ну, это, видимо, аппарат для МРТ. Вернитесь к Данет. Зачем я там сделал круг подсчета тогда? Просто надо было этаж зачистить. Ау, ау, ау. Не та кнопочка, конечно же. По ощущениям, знаете, зеро толеранс с Сеги куда лучше. Меня зовут Данет. Я настолько тупая блондинка, что даже, блядь, не смотрю на тебя, когда с тобой разговариваю, но зато у меня торчат соски. И жопа ничего, и прорисовочка. А это все потому, что, видимо, с ней будет лавстория. Слушай, Данет, дай я тебя пощупаю хоть. Ну, немножечко. Ну, пальчиком дай дотронусь. Я этой игре 10 из... Блядь, Данет, покажи мне сиськи, я этой игре 10 из 10 поставлю. Просто, если, блядь, если уж делать трэш, да, то совсем отвязный. Ты прошел уровень, приходишь к Данет, она тебе сиськи показывает, там, в следующий раз жопу покажет, там. Может, в конце игры будет порно-сцена. Почему нет? Один хуй, вы не конкуренты, блядь, в мире игр никому. Мгновенная аптечка, ящик с патронами, одноразовая батарея. Учитывая, что бомжи просто не успевают в большинстве случаев подойти и ударить с патронами, лечиться мне не придется. Вот видите, как герой держит руки на виду? А вот в первой части кисти развернуты так, как будто у него в руках по пистолету. Я вот клянусь. Не, причем, смотрите, что вот эти разработчики, выпускающие трэш, они научились делать графику. То есть, ну, по большому счету, если не доебываться, да, к полигонам, то есть, и вообще к качеству этих текстур. Вот просто картинка выглядит довольно приемлемо. Она, как бы намекает, она как бы говорит о том, что даже говноделы научились делать игры красиво. Это научились делать все, кроме Obsidian Games, чья Armored Warfare похожа на пластилиновый мультфильм. Ну, единственное, что тени, конечно, герой, в отличие от шланга, не отбрасывает. Ну, где герой, и где шланг? Так, а вот мне предлагают пощупать Данет. Пощупать Данет. Давайте подумаем, пощупать ее за левую или за правую. Вам какая больше нравится? Давайте за... Э, 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 э. Вот за эту. А, ну да, это не пощупать, это, блядь, подойти к этому сраному сенсорному экрану. Гуннер, один из лучших прототипов по исследованию. Психика модернизирована, на какой хрен. Слушай, Данет, а ты не пробовала бельишко какое-нибудь носить? Хотя, зачем? Вообще, так одевались стюардессы из пятого элемента, насколько я помню, в такой вот вырез, где кофточка уже сконструирована таким образом, что есть отделение под каждую из грудей. Данет, способности, сейчас мы сделаем кастинг способностей Данет, походу. Нажать для пропуска, конечно, нажать для пропуска. А, здесь РПГ, но у меня уже 4000 баксов есть, что мне еще надо? Ударная волна, стазис и барьер, блядь, как же эти игры вгоняют меня в зевоту. Так, поздравляем, вы приобрели свою первую способность, здесь вы можете обновить эффективность. Да пошла ты нахер со своими способностями. Ускорение, увеличение. Да. Сохранить. Что дальше делаем? Куда идем, кого убиваем? О, здесь что, можно в робота залезть? Ну, робот, это чисто робот, блядь, скажите мне, что он не из третьей части, ой, не из второй части фильма Чужие. Вернее, как, Чужой, Чужие, Чужой 3, Чужой 4. Чужие, это из фильма Чужие. Из того, за который взялся Джеймс Кеймерон, насколько я помню. Кто ты, Данет? Я что-то вроде тебя, другой эксперимент. Но у нас нет на это времени, меня для шпилевили делали, а тебя для того, чтобы пил-пил. Я же скажу тебе. Я помню, что когда я играл в апдейт последней халфы, я установил такую шкурку, что тёлка, которая мне помогала, ходила голой. И эту игру я не прошёл полностью, но прошёл довольно далеко, просто потому что забавные ракурсы на её жопу и сиськи не давали мне соскучиться. Это как я убил придурка Вагнера. Лава, что ли? Из ЦСКА? Его смерть всё изменила. Бля, я не хочу читать эти выдумки фантастов-самоучек. Бля, я их... Ха-ха! Это просто смешно. Ну что дальше-то? Смотрите, мне даже задания не пишут. Ну давай обновить. Переобучиться. Блядь, не могу переобучиться. Я деньги-то трачу вообще на что-то или что? Я понять не могу. Да, возможности тут от души навалили, как будто... Как будто они серьёзно считали, что кто-то будет играть в эту игру, а не просто отмывали деньги. Чё, блядь, тебе надо-то? Ёб твою мать. Чудовище-то лесное. Ладно, надо, видимо, до конца выслушать все эти диалоги, судя по всему. Уничтожить или поместить в криостазис для принятия решения в последующем. Мы игривляемся объектами для исследований. А, давай дальше. Так, что теперь? Вот, вот он вопрос. Вряд ли мы выстоим против всего экипажа, но вообще весь экипаж зомби сожрали и нам с ними сражаться почти, что не нужно. О! Приступить к выполнению задания, конечно же. Правильно, зачем делать заставку, да, в которой тебя введут в курс дела, если можно сделать сцену бесконечной. Дата, 2083 год. Я, причем, вот пока смотрел ровно две минуты видео Брэндита, я слышал такие комментарии, как «А, получил блюдок! Неплохо! Получил блюдок! Неплохо!» Включил Doom 3-й, ой, 4-й. Снова «Получил блюдок!» Вау, неплохо его разорвало, кстати. Блядь, такой отбитый чел, сука, я его так ненавижу. Я вообще не люблю людей. Это ни для кого не тайна, ведь я же хейтер, я хейчу все. Даже такую прекрасную игру, как Dead Effect 2. Ну, всем же понятно, что шутер вполне годнотища, просто, просто я нытик, просто я, просто я ною. О, боже, чувак. Мне даже лень отходить от твоих плевков, голодный зомби. На вид он самый жирный, как он может быть голодный? Больше всех сожрал, по-моему. Так, у меня есть рука, из которой, рука, которой главный герой столько надрачил, что в ней уже аккумулировался заряд электричества, и я могу просто кого-нибудь вырубить. Еще один голодный зомби, зеленый ключ получен. Да, зеленый ключ. Сразу Doom, да, вспоминается недавний где. Найдите карту такого цвета, найдите карту другого цвета, но там хотя бы графика была. Там хотя бы была графика, не было инвалидных зомби, все было очень бодро, быстро, у меня почти нет претензий к этой игре. Единственное, только что расстроило мало боссов, очень мало боссов, которые бы разбавили обычные перестрелки с обычными монстрами. Вот были бы там боссы, было бы вообще идеально, а так просто хорошо, как минимум. Здесь, даже если будут боссы каждую минуту, всем понимаем, что игре это не поможет. Где они там урчат? Пил! Пил! Слушайте, а это круче, чем пистолет. О, автомат! Автомат кала... Нет, это не калашников, это... Это не калашников, это какашников! Автомат какашников из 2083 года. Ай, боже ты мой. Я заметил всплеск чего-то там, это бомж идет в скафандре. Вот это крайне опасный враг, это космический ходячий. Ходящие мертвецы! Теперь в Dead Effect. Ну, видим, что космический ходячий опасен только блевотой, которую он распространяет по полу, а учитывая, что в игре нету прыжка, то по этой блевоте надо ходить и получать урон. Какие противные звуки он издает. Давайте попробуем ебануть по нему электричеству. Пока он блюет, я успеваю даже деньги лутать. Нет, электричество что-то нихрена не аккумулируется. Его атака это звуковая волна и блевотина. Ни та, ни другая до меня в общем-то не достает, если стоять далеко. что делает этого моба крайне опасным врагом. Посмотрите. Блядь, какой дикий экшен на экране. Сколько патронов надо всадить в это дерьмо? А, он умер и все равно в меня выстрелил на прощание. Примерно так же делают мобы в Armored Warfare. Смотрят в одну сторону, стреляют в другую. Так, я нашел тезис какой-то еще. Автомат под названием последний тезис в пользу мира, наверное. причем этот тезис я этого тезиса у себя почему-то не вижу. Я его подобрал, но мне его не дали. О, очередная головоломка. Ну, здесь хотя бы есть загадки, в думе этого не было. Я вот только не понимаю, что должен сделать. Успешно? Вы, блядь, серьезно? Я даже начать не успел. Ай, нахуй. Ну и загадка. Помните та игра, где я играл там в Чернобыль, там еще вертолет кверх ногами летал, пытался меня винтами распиливать. Мне кажется, это от того же разработчика. Сценарий на том же уровне. Диалоги, блядь, 10 из 10 по шкале Логвинова. А шкала Логвинова, я напоминаю, это такая вещь, которая работает с точностью да наоборот. Если 10 из 10, значит, скорее всего, там 0. Я думаю, что такой термин, как шкала Логвинова, может, блядь, с успехом стать интернетовским мемом. There's a cryo-janger control terminal. Order to wake up Michael Steele. А, ну почему такие игры, как Soma выходят раз, блядь, в 10 лет, а вот всякий трэш выходит довольно часто. Ну, просто откройте любую книгу по фантастике, блядь. Поменяйте имена, интерпретируйте в свою эту и просто как-то клонируйте сюжет в свою игру и будет вам счастье, но нет. Смотрите, считайте, сколько раз надо ударить по дверце космического шкафа в 2028 году, чтобы он открылся. Раз, два, три, четыре. Блядь, это ещё быстро надо бить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семьдесят, девять, десять, девятнадцать. Охуенно. Боже ты мой. 430 долларов. Вот делали же раньше игры нормальные. Не то, что это хуё моё. Динокризис, блядь, Resident Evil. Потрясающие игры. То, что... Это то, что когда-то называлось жанром бродилка. А теперь что? Драчилка? Ну, блядь, игра, что ты делаешь? Ни с того ни с сего игра просто свернулась и перестала записываться. Ну, сцена, в которой Майк Тайсон встал на ноги. Эй, толстяк. Миникин. Да это не миникин, это максикин. И пистолет у него, как и писька маленький. Не люблю расизм и негров, и ты мне надоел, блядь. Да ты скала. Где у тебя слабое место? Может, в орешках? Да, ему просто похуй. Даже в самых древних играх с таких консольчиков, как Sony PlayStation 1, в случае, если ты убивал союзника, тебе писали провал миссии. Но здесь просто союзник игнорирует стрельбу. Даже лень было делать запрет, запрет союзного огня. Понимаете, насколько, насколько обленились разработчики. Ну, в основном, кстати, хорошая графика, это заслуга движков нынешних и современных, которые всяким криворуким инди-разработчикам дают просто бесплатно. Поэтому даже инди-шлаг стал выглядеть довольно хорошо. А, вот и первый стреляющий враг. Судя по точности стрельбы, это имперский штурмовик. Потрясающая перестрелка. Поверьте, за последние годы это худший шутер, который я видел. Ну, после того дерьма про Чернобыль, конечно же, как он там назывался, название забыл. Даже вот в вот этом индийском анчарте, где стрельба куда более, блядь, интересно сделана, чем здесь. То есть, тут даже не пытаются устраивать какие-то перестрелки, они просто идут на тебя и стреляют. Ты идешь на них и стреляешь. Жизни в моем левом верхнем углу вообще не отнимаются, я не знаю, зачем они там нужны. Задача проводить им миникины обратно к лифту. Слышь, Минеткин, ты где? Где тут лифт-то, блядь? Вот он, наверное. У меня вроде как был какой-то радар там, а он на пистолете. Может мне покажут, где лифт? Или что этот радар вообще показывает? Я врагов и глазами, блядь, прекрасно вижу. Наверное, это датчик сердцебиения, нет? Так, давай включим вторую космическую, которая здесь называется бегом. По-моему, Минеткин пришел сюда, но я не вижу, где он. Ну, найти черного человека в черной комнате, это уже непосильная задача, поэтому... О, е. Блядь, да почему ты сворачиваешься? Ты заебала меня уже, тварь. Задачка, конечно, вот эта головоломка, она просто для тупых. Просто для мега тупых. Блядь. Ну, это начало, может, потом разойдется, игра сложнее станет, я не знаю. Как густо намазана кровь на пол, видно, да, что это краска. Блядь, я не вижу, где Минеткин. Но эта игра только что на голову разорвала Doom 4 просто тем, что здесь есть фонарик дохождения по ебаной тьме. Не знаю почему, но в четвертом Doom фонарик делать не стали. Блядь, проводи его к лифту. А где лифт-то? Вы видите лифт? Я вообще не въебу, я тут третий раз уже хожу, а лифта все еще нет. Какая ебанатская игра, ёб твою мать. Где лифт? Где Минеткин? Ебать. Видимо, это та самая игра из черного списка, которая не подлежит прохождению просто потому, что здесь нету. Нету ни лифта, ни Минеткина. Серьезно, я какой раз уже хожу, обхожу вокруг эту территорию и просто лифта я никакого не вижу. Ладно, в один прекрасный момент... В один прекрасный момент Doom 4 только гонул, и в том месте, где защитный барьер должен был открыться, он не открылся. Может быть здесь то же самое? Да, но перезапустился уровень, блядь, не с контрольной точки, а с самого ебаного начала. Ой, короче. Короче, чуваки. Все, я не буду просто дальше играть в это дерьмо. Пусть в это говнище играют Black Silver, Brandit, блядь, все те, кому просто похуй каким дерьмом кормить своего зрителя. Я обычно стараюсь сделать такие игры смешными, да, чтобы это было хотя бы забавно смотреть, высмеивая криворукость и тупость разработчика. Но здесь даже высмеивать нечего. Игра настолько уебански сделана, что, блядь, это даже не смешно. Видно, что они хотели, блядь, сделать что-то серьезное, но сделали, блядь, все равно ссанный трэш. Что пытайся, что не пытайся, но не получается у инди-разработчиков. А это, наверное, инди-разработчики сомневаются, что это какой-то известный бренд сделал эту потрясающую игру. Хочешь пой, хочешь жуй, все равно получишь, как говорится, Dead Effect 2, блядь. Причем у меня, кстати, помимо жизни есть еще полоска белая и полоска синяя. Но синяя, допустим, я знаю, это мана. Задача использовать и лифт. Так я на лифте сюда и приехал. А, и все эти... А, я понял, белая полоска это моя электроперчатка, а синяя полоска это... Ну как ни крути, это мана. И она тоже восполняется. Все восполняется, кроме здоровья. Почему-то герой очень медленно ходит по лифту, пока он едет. По-моему, где-то в прошлый раз я тут автомат нашел, нет? Подойдя на более-менее пригодное расстояние, кстати, зомби совершает прыжок. Это единственная атака этого бомжа, которую он в состоянии достать человека. Оружие обычное, уровень 2. Так, ну сейчас мне просто... Для меня просто дело чести узнать, куда бежит этот долбанный минеткин. Я снова дошел до этой ожившей какашки. Сейчас снова будет миссия, где его надо проводить. И надо бежать именно за ним, чтобы не упустить из виду, в какую же щель он забьется, куда он убегает. Минникин говорит о себе исключительно в третьем лице, блять, почему-то, как свойственно некоторым ебанатам. Халк злится, Халк бить, блять. Минникину больно, Минникин не доверяет ученым. Ёп твою мать. Давай, ну давай, родной. Показывай, где лифт-то у тебя, блять. Куда ты съёпся. Знаете, каждый, кто поиграет в эту игру, неизбежно только потеряет. Он отупеет, блять, от каждой минуты, проведённой в этой игре. Так, вот он бежит. Ориентир на красные труселя, блять. Охуенно динамично выглядит их перестрелка. Пиздец, столько выстрелов выдерживает этот... Этот кто? Это даже пилот, пилот самолёта, по-моему, в лётную форму одет. Минникин, Минникин смело танкует, потому что он бессмертен. Сейчас он косплеит Майкла Джексона с лунной походкой. Упёрся жопой, блять, в контейнер и... Да, перестрелка, блять, даже по меркам Первого Дума, блять, дерьмо такое, что... Просто, блять, и не снилось. Так, Минникин идёт к лифту. Я даже отворачиваться от него боюсь. Lock it. Ну. А, он открыл эту дверь. Я понял. Он открыл эту дверь, прошёл за неё, дверь снова закрылась, потому что она, по-моему, была закрыта, нет? Я просто не мог сюда пройти, я два раза всё обошёл. Даже если, блять, учитывать мою конченую невнимательность, это, блять, не знаю. Возможно... Возможно, я накосячил со своим похуизмом к этой игре. Возможно, просто игра богованная говно. А, или мне показалось, что я отсюда пришёл. Ой, не знаю. Короче говоря, это, блять, просто худшее дерьмо этого года. Абсолютно конченый высер. Я, блять, вы просто... Я не знаю. Но я говорю, да, каждый, кто поиграет в эту игру, неизменно отупеет. Больше... Больше не буду красть ваше время, пока... Транслируя, блять, в мир этот кусок дерьма. О, боже. Я думаю, что и так многие зрители меня за это хуями покроют. На этом всё. Больше я в этой игре ни минуты проводить не намерен. Я удалю её, блять, с компьютера немедленно. И постараюсь её забыть как страшный сон. Потому что даже по меркам трэша. Трэш, он регулярно бывает смешным своей, блять, тупостью. И тем, что сделано, отъебись. А здесь такое ощущение, что разработчики реально подумали, что они создают что-то серьёзное. Какую-то серьёзную игру, блять. Но всё равно это трэш. Это трэш, который даже не смешной. А хуже этого быть вообще ничего не может. Всё, так что чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите. Блять, ну и говнище. И да, кстати, по поводу того, куда же пропал тогда миникин, я так и не понял. Пересмотрев запись, я увидел, что дверь, в которую он проходит, у меня была закрыта. Пересмотрев запуска.